Воу-воу-воу, Варенбург, что ты творишь? Или это оборона такая? Всем привет, дорогие друзья! Вчера Спартак выиграл у Варенбурга, и по моему мнению, это победа, считай, как ничьято и поражение. Почему? Ну, сейчас мы и узнаем. Во-первых, пробежимся по составу. Играли мы по схеме 4-4-2. На воротах стоял Максименко, по левому флангу играл Денисов, по правому Хлусевич. По центру играли Эдуарте и Литвинов. Литвинов, кстати, подменял Джики, который, кто забыл, был дисквалифицирован в матче против Крыльев за красную карточку. По левому флангу играл Мозес, по правому Зиньковский, а по центру играли Мартинс и Зобнян. Теперь нападение. Вместо Соболева, у которого тоже была дисквалификация, вышел Милешин, а справа вышел Промес. Начал Спартак очень ударно. Ну, вы сами посмотрите на статистику в первом тайме. Это ж ужас какой для Оренбурга. Но, как всегда, либо мы реализуем плохо моменты, либо... Ну, конечно же, это Сусуев. Очередной хреновый вратарь, который не умеет играть, начал делать что-то фантастическое со Спартаком. То он с Эви, то еще что-то, то хер его знает. Может, ребята, хватит? Ну, все-таки, сколько Спартак не жал, Спартак все-таки забил. Идеально разыграли. Зиньковский отдал пяткой на Промеса, а Промес отдал на Мозеса. И получился очень красивый и шикарный гол. Ну, вроде все. Первый тайм закончился. 1-0 ведем. Надо бы забить второй во втором. И все. Победитель очевиден. Но... Всем привет. И сегодня мы будем играть на нервах. Сами поглядите. Воробьев оставил дурака Хлусевича и Дуарте. А тут только-только прибежал Денисов, но поздно. Воробьев перекинул Максименко за шиворот. Ну, ладно. Тоже, это второй гол Воробьева против Спартака. Прошлый он забил. Как раз-таки, когда Спартак обосрался 2-0. А вот второй гол здесь Флорентин поймал Максименко. И он пробил штангу, но мяч все равно отрикошетил в ворота. 2-1. Но потом вышли Багонда, Кита Бальде, Умяров. Поздравляем его с возвращением. Ну и Игнатов. И они, кстати, можно сказать, сделали игру намного быстрее. Ну вот первый гол Хлусевича. Багонда отдал великолепный ассист. После которого Хлусевич забил великолепный гол. 2-2. А вот, кстати, в последнем голе тоже самое. Великолепная комбинация. Вы посмотрите, как Игнатов отдал на Хлусевича пяточкой. 3-2. 3-2. Но надо, мне кажется, лучше играть. Поэтому усиляем защиту. И все, чемпионство наше. Ну а на этом все. Еще раз с победой. Всем пока.